Ну, чтобы поменьше контроля было, хиксов и так далее. И в итоге весь скилл антимага превратится в то, что ты вроде бы и кэри, но у тебя на кэри только одна билка, это манобрейк. Всё, больше у тебя толком нет ничего в плане ДПСа. Кабачка, если нужна, то 10-секундная. Так, что Бабутрайлер, когда тебя вытаскивает, у тебя оставалась она после лассо, иначе если будет 4 секунды, то уже и с хиксов ты, увы, не выйдешь. Да и убивать надо, статы нужны. Пока у Мауспорс проблемы с ДПСом. То есть единственное, кто у нас в эрка начинает врываться в лидеры, но остальные герои бьют слишком слабо. И убить того же вайпера, у которого 1000-2000 хп, развзору которого уже 2000 хп, сложновато. У него 2000 хп, у него только одно БКБ и огонь из ПТ. 2400 даже. У него 2400, вот это да. Понятно, Ригма покупает себе блинг, у нее есть БКБ, у них вообще очень много статов, но она не хочет себе делать Динкенсеру. Она выбирает какой-то более боевой вариант. Фиссурины, отрезали ДДС, ну вряд ли нам что-то будет. Вызвали Некров, вцепляют в бойкатта, тут же Мизери поднимает, очень грамотный ультимейт от пасса, Яо здесь разваливается. И что там, там Некров погибают, привязочка, ДДС привязали, кто-то будет запрыгивать еще сюда. Патта, бит Энигма, пошел текст, надо привязать, у бойката выстрелили весь дэмидж, 56, да. Закрывает его Рэбит, мега килл, где АМ? АМ просто бегает, он не дерется, он просто носится. Он не сделал ни одного удара в драке. Вопрос, зачем тебе 37 минут бить крипов, но при этом не бить героев? Нет, тут немножко другой вопрос, зачем ты приходишь в драку, если ты не сражаешься? Если вот, ну, происходил драка в районе 30 секунд, и все это мог спокойно давить в любую сторону и дальше фармить, чтобы потом прийти и на верочку сделать свои удары. Но сейчас, сейчас у нас МСС как-то активно хочет провести тимфайт. Вроде бы, бегаю я всю игру спидпушу, да, тараска есть, манта есть, а драться мы и не идем. Понимаешь, я просто не понимаю, чего он боялся. Главный контроль, который есть против него, это Бэтрайдер с лассо. Есть еще и Энигма, но Энигма была в Хексе. По сути, если бы он в Хекс запрыгнул с Манта Стайлом, он просто бы изничтожил Энигму за долю секунды. Ну, есть Разор. Разор, который потратил высасывание дэмиджа из пайката, и что он мог, по сути, сделать? Бить молнией. Бить молнией, отлично. У него 138 дэмиджа, он бы этого Эмма, я не знаю, щекотал очень долго. А молния тоже имеет дэмидж в итоге. Дэмидж с плетки, дэмидж с молнией, и в итоге получается все очень быстро. Я понял, у Эмма очень плохая ситуация, и он сейчас не может ни с кем працать. Опасный момент. Опасный момент, да. У него есть Энигма в Хексе, то есть Овца, она немного напрягает. То, что ты знаешь, что когда-то от Овца перестанет быть Овцой. Все время в накале, запрыгнул. Видим, что вот он, Овца бежит, нападает на нее Эмма, это Яо, в черный раз Яо нашел приключение, причем подставил Рэббита, Яо вытаскивает МСС, Рэббита очень больно вытягивать его визери на лосо в ответ, и Рэббит у нас убегает, высасывая дэмидж. Пока Яо что-то рановато, все время хочет кого-то убить, отправиться на СС, пища как больно. Старил Рарк Молнии бежать. Врывается ДД на ФАТО, ФАТО у нас один, нужно кастовать 2хол. ФАТО Виндрана нет. Нужно убить ФАТО, ну ладно, без 2хола тоже нормально, ФАТО у нас погибает, и нужно преследовать, преследовать дальше команду Маус Форс, потому что... Нет, все разблинкались, улетает отсюда пайкат, все разлетелись, просто про ДВиндранжер, и разошлись. Опять Флой. Да, М Флой, в общем, Яо нужно БКБ, он врывается уже в который раз в толпу, его стопят, причем он еще отдает Лассо Мизери, в итоге Рэббит вообще офигел, видать, что того, что увидел Лассо у противника, за счет чего он поздно прожал БКБ. Пока у нас Маус Форс в очередной раз, они, мягко говоря, сливают сами себе катку, почему? Потому что Мауза имели контроль над картой, причем очень жестко. Они могли фармить все, но они просто ничего не фармят. Антимаг у нас толкает линии, хотя это может сделать и ВР, и Шейкер, и Фурен, кто угодно. Леса Маус Форс пустуют, и вообще их никто не фармит. В итоге, учитывая, что LGD сидели на своей плей-карте и не высовывались, по фарму LGD-то... Идти наравне, а при этом они еще дерут PXP. Да, они наравне, грубо говоря, ну, PXP выиграют, по фарму там 2000 разницы на всякой минуте, это ни о чем. Да, то есть, если не учитывать тот факт, что в один момент у нас Маус Форс могут пойти и снести все стороны, то сейчас... Сейчас... Подумаю. Что такого умного сказать? Да. То есть, сейчас плитпуш, вот когда вы сплитпушите, это хорошо, но рано или поздно вы будете драться 5 на 5. И вот с бэтрайдером все тяжелее и тяжелее в игру играть. Когда бэтрайдер будет 25-го левела, там будет 6 лотов, тревел-бутсы, блинка БКБ, то бэтрайдер поймает почти в любого. И уже все будет переходить к стадии 5 на 5. Нету Наги у Маус Форс, нету героя, вот у нас вот Ферка бегает, тих-тих-тих, тих-тих, нападает Фата, нападает Фата, Ватана у нее связывает, Некробук бьет ДД, на самом деле очень вольно бьет Некробуки, и уходит. Тогда будет ДОТА-5, Некробуки, которые собрали Маус Форс, Антимаг, который милишник, да, и в общем-то ему против такого пика будет нелегко. Там, Вайпер плюет, Разор высасывает дэмэдж, и Нигма будет. Ну и с чем-то ДНигма будет, а то что-то пока у нее... Ну еще не успех, Маус Форс будет очень больно. Надо сказать, что когда будет Дракат на 5, знаете, если вот в этот момент МСС передаст вас... Ну я просто так смотрю на Разоро, я вижу у него ульта, ульта у него делает очень много, там интервал на 35, то есть фактически за 10 секунд, и ты ударишь... Ты сделаешь антимагу минус 30 тюрмора, если он будет один вперед. Не, ну понимаешь, Маун не бьет рандомно. Вайма как минимум есть мантастайл. Я говорю про его за шторм, вот про его за шторм. Ну, она же рандомно бьет. Но это быстро умирает, то есть иллюзия, это на самом деле антимага в драке не так долго живут. Что тараска и талисманов? Если все будет 6 лотов, то уже будет пофиг на тараску, то есть только так. И вот теперь у нас с Моллспорс начали делать то, что надо. У нас спайкат врывается в центр, подходит к Низери, паты кидается, не связывает. И Рэббит на развороте, нету разворота, есть крипы. Рэббит, Яо летит, у Яо удаун плека есть блик, гонит за Низери. Низери, Яо, щеметь, где ультимейт, прожимает БКБ, ультимейт надо болтать раньше, пас погибает. Пас у Дэдвард очень много настрелял, в принципе, как и ВР. Уходит на хайграунд, вытаскивает оттуда его Яо, это минус 2, 2 лгд. Вот он замес 5 на 5, вот у нас пока лгд начинают выгружать. Не было замеса 5 на 5, его еще ни разу не было. Потому что АМ он, в принципе, два раза ударил овцу и на этом сказал, что не, 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 не получается. Рано, рано, надо еще слот пофармить. У меня еще тп есть специальный, поэтому надо... Ну, АМу видно, что уже нужно хоть какое-то, хотя БКБ ему тут мало даст. Если посмотреть на пик лгд, БКБ ему вообще не нужно. Пашир, Обузал Блейд, ему надо, чтобы на месяц антификсировать. Да, есть Хекс у Разора и Станчика от Вич Доктора с Энигмой. Но остальные спилы, как ультвайпера, ульттрайдера, это пробивает БКБ, тот же БКБ. Поэтому ему нужно держать противника на месте. Это Обузал Блейд. Это Обузал Блейд, да. Ну ага. Обузал Блейд еще долго. Тут Мизель на своей метле рубит все леса. Коля, кстати, Рубик вообще на метле летает. Шива появляется у УДД. Да, Мизель питает на метле. Обалдеть. Я не успел. Я думаю еще успеем. В общем, продолжается у нас сессион, продолжается у нас сплитпуш, которому уже лгд становится сильней, потому что когда-нибудь, когда-нибудь в далеком будущем у всех будут тревел ахиксы и блинки или какие-то там еще артефакты. И уже блинком на антимаге никого не удивишь, да. Там и бэтрайдер будет из лотов, который даст тебе лосо и хекс. И вперед. То есть у нас лгд набирает преимущество. Вич доктор, кстати, вот. Вич доктор. У него с 1000 дага анима. И это будет точно серьезно. Да. Дэдвард 16 уровня. Это антимаг вообще не прыгнет, по-моему. В тимфайт он прыгнет, завязает манту, ему Вич доктор даст мноэдик, каски и антимаг умрет. Утал уже такой, знаешь, довольно спорный вариант для антимага. Ненесно то, что он может убить быстрый вздоктор, а сам взял блейдом. Может, но как мы видели, пока он делает буквально пару ударов за драку и все. На этом его, в общем, заканчивается. Запрыгивает, манта ставил, цепанули. Настоящего. Вот пошел stunner, refresher. Очень много дэмэджа. Дэдвард выталкивает форстафом. Много потратили, но пошли хикса еще. Атаку не сосут. Ну, а эмо сейчас не получилось убить всем, чем можно. Да, то есть разор у нас завязал рефрешер, завязал утимейт, завязали два хиксала, особый трейдер и антимаг у нас просто на пофиг ушел. Это пойдут ли после этого драться мало спорта или еще недостаточно? Аэм не готов еще. Готов. Топсорим его маску, он как Дарт Вейдер какой-то, и он еще не готов. Нужно больше мощи. Да, он хочет как Дарт Вейдер вступить в бой последний, чтобы всю его армию разбили, а он был как герой номер один. Лин. Пошли-пошли пушить. Фортификейшн. Ну, круг, хватит иллюзия ему, чтобы разбомбить эту вышку. Как они просто боятся ставить tower и его забивают. Как же они осторожничают, кстати. Ну, правильно это, в общем-то, и делают. Вот это выход за, ну, за выход на International в стадию, но пока вот интересный вообще момент. Тут просто иллюзии. Команда LGD на 4 на 4 сажается с иллюзией, команда LGD победила. Аэм понимает, что его иллюзии убиваемы. Да. Надо с этим что-то делать. Надо. У нас пока что Верка понимает, что она, в общем-то, будет потенциальной кэри в будущем. Она не пакует себе никакие хиксы, никакие, ну, никакие дизейблы. А просто делает, в первую очередь, екс. Точнее, дэмэдж. То есть, это будет либо МКБ, либо Дейдалус. Хрен его знает, что он для себя выберет. Но в обоих ситуациях выбор будет очень хороший. Потому что, ну, если он... О, тихо, Рубик полетел на метле. Вот, посмотри, посмотри за Рубиком. Как он классно летит на метле. Нажми, нажми. Опа. 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 Я просто первый раз вижу. Опа. Мне нравится. В общем, то, что нужно бить с руки. Учитывая, что антимаг он милишник, ему очень тяжело бить с руки. Под такими минус арморами, станчиками, розочками, блэкхолами, вайпер страйками. И такой фото думает, да ну его дафиг, МСС. Пакуйся в танка, ты пойдешь вперед, будешь танковать, а я буду всех убивать. Выбор, на самом деле, качественный, качественный. А улетает. Ну он летает не так круто. МСС. Там очень быстро убивает крипов, на топе толкает лейн. Ну еще бы он 6 слотов антимаг, ну почти 6 слотов. Пять. Сделала Шива, но драк толком-то нет, да, чтоб это Шива себя окупала. И хекс на бэтрайдере, ну, в глубоком найти, отличная перспектива. Так и мула у нас дает. Таким пиком, как Маузов, я говорю, что какие-нибудь там ДК или прочие товарищи, они бы уже давно выиграли катку или там, наверное, набрали бы 40 тысяч преимущества. Ну вот 40 тысяч преимуществ я бы тебе поверил, а вот насчет выиграл катку еще нет. Ну 40 тысяч преимуществ, да. Но пока у нас так получается, что Лес Маузов, он до сих пор стоит. Я напомню, его вообще никто не фармит. Возможно, Мауза думает, что вот тут вот LGD забегает по кухне, там, всех убивает в ответ. В итоге у нас преимущества вообще никакого нет. Как бы на нуле голда стоит все 48 минут. Рэббит провезла БКБ. В очередной раз. И рефрешер. Рефрешер? Отличный. Что? Отличный Рэббит. Рэббит нормально. Он, походу, по всем клавишам начинает бить, когда кто-то появляется рядом. Пока, да, у него три скилла, и, возможно, он просто и там... Ну, то нажал там. Хотел Хекса, нажал БКБ, потом ее флешер. Потом... По технику. Я бы Владмир кому-нибудь саппортов собрал. На опасный момент. Врывается. Врывается. И Никмана поставит на ФАТу МСС. Прямо на БЛЭККОЛ. Три человека в БЛЭКХОЛе. Очень больно. Выходят туда. Пайкат. Мертв. ФАТа. Еле живой. МСС начинает драться. Он в Хексе. Минус. Но он с Айекисом. Стоит, держит Дэдвард. Команта Сайла нет. Оп. Ушелся. Нет. Шейкер. Врывается Шейкер. Антимаг тем временем убегает. Абсолютная дискоординация. Выживает у нас вся команда. LGD. Антимаг хочет вернуться на развороте. Ну куда же ты бежишь. МСС. Бьет его разор. Бьет его очень больно. Очень много минус армора. В итоге это просто провал. Что у нас сделает команда Маус Парс. Гоните. Мизери минус. Но он никуда не девается. У него есть тэп-аут. Но его понятно. Надо понять. Надо своровать метлу или стаки. Что-то угодно. И замикрить. Отлично замикрил Мизери. Беги дальше. И бежит он за ним. Поднимай, поднимай. Еще беги. Нет, увы. Нет у Мизери своей метлы. Вот без метлы и Рубик. Рубику сложно. Что-то делать в этой игре. Блэк олбу царский. Да. На метле он чувствует себя как на коне. Вообще царское решение. Царское решение. Блэк олбу царский. На метле он чувствует себя как на коне. Он просто царь. Ну смотри. То есть Блэк олбу. Что делает Маус Парс. Да. Давай немного об игре. Что делает МСС. Он заходит на Рошана. Он провоцирует всю свою команду пойти на Рошана. Как только прыгает Энигма. Ну Энигма всех затягивает. Все. Он убил. Тут же врывается Шекер. Еще врывается Мизери. В итоге умирает все. А МСС жив. Ты чувствуешь? Диверсию. Какая-то диверсия. Диверсию чувствуешь? На МСС. Потому что Муза по-моему они уже не знают что делать. Что делать с этим антимакром. Как доставить его драться. Ну пожалуйста. Ну хотя. Ну разок до конца. Ну мы же команда. Да. Вроде бы Рошан и было все отлично. Но даже с Рошаном. Что он говорит в ответ. Он говорит. Тарт Вейдер. Тарт Вейдер. Тарт Вейдер. Рефрежер у Энигмы. Во. Вот это уже интересно кстати. А маны хватит. Ооо. Там маны у нее. Это уже очень интересно. Потому что. Если. Яоу. Найдет Рубика. И даст ему сесть на метлу. То. Рубик то все. Рубик у нас. Изи Винкатка. Да. Изи Винкатка. Потому что. Сейчас. Энигмы. Если она еще соберет. Не знаю. Гоним. Линку. Что угодно. Она просто может. Соло убивать. Антимага. Через. Розочка. Блэкхол. Потом еще. Розочка. Блэкхол. Ну или просто. Блэкхол. И в итоге. Антимагу. Будет очень больно. Антимаг. Покупает все мобильные. Стравила. Ну. Пока. Посмотрим. Как он их реализует. Потому что. Нужно бегать. Но. Бегать. В общем. Он так. Больно. Пайкат. Пайкат. Бежит. Баночка. Залетает. Мизер. У нас тоже залетает. И позже. Мой. LGD. Побеждают. LGD. Побеждают. При том. Антимаг. 6 лотов. И вроде бы. Антимаг давит. Но. Нифига подобного. LGD давит. И в результате. На результате. Печалюшка. Очень много героев. LGD. Начинает. Приобретать. Фарм. Смотря на то. Что. У. Моу Спортс. Как бы. Многие герои фармят. И. Вроде. Банилей. Да. Там. Верка. Антимаг. Форион. Но. LGD. Гейминг. Благодаря. Своей. Своей. Командной. Своему. Командному. Тимплее. Начинает. Стоять движуху. В то время. Мау Спортс. Движухи. Вообще. Никакой не сотворяет. У них есть антимаг. Он до сих пор бегает. 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 Астров лами. А за ним шейкер. А. LGD. Чайну пушат центральный тавер. И нету ни шейкера. Ни антимага. Не давится. Ни верхняя линия. Ни нижняя линия. Просто уже заходит на центр. МСС у нас. Летит домой. Наверно да. Должен сейчас лететь домой. Ну и в итоге. Тавру больно. Есть шанс перевернуть для Мау Спортс. Как они обычно это делают на своем хайграунде. Ну сейчас посмотрим. Пока тавер падает очень быстро. Рефрешер есть еще у Рэббит. Он может его сейчас проюзать. Заюзать за вторую рту. Но он на сайте для текса. Нет. Проюзал сейчас. Падает вышка. Начинает падать в бараке. Фрортификационного уже нет. И Рэббит получает станк. Подходит к нему некра. Еще одно ВКП после рефрешера. Минус барак. И они просто отходят. Они просто забрали бараки. Без боя. Такие думают. Мау Спортс МСС. Ну давай. Ну давай. Смотри в догоночку. Фото. Фото уже. МСС ну прыгай. Убивай. ВКБ. Эмо. Ну теперь это он должен прыгнуть. Подраться. И сделать свои... Убремя. Ха-ха-ха. Надо хоть... Куда угодно. То есть вообще вот очень многие любят антимагов. И да. Мы тоже любим антимагов. А мы любим когда антимаг с Тараской. У которого 3000 хп. С бабочкой. Которая ему дает. У него 22 армора. Еще 30% вейжена. И еще БКБ сверху. Мы любим когда такие антимаги прыгают вперед. Танкуют. Там. Бьют. С руки наворачивают. А их команды в это время еще демож накручивают. Я уверен что МСС тоже любит таких антимагов. Таким себя не относят. Да. Потому что задача антимага на самом деле в глубоком лете частично танковать. Иначе зачем ты собирал Тараску если ты всегда вливаешься по свету. Смотри. 5000 на руках. Впрыгиваешь в пятерых. Выжигаешь в тану. Тратишь все сплы. Делаешь байбэк. Возвращаешься на травелах. И снова дерешься. Я уверен что для этого он накупил травела чтобы сделать так. Только сейчас ему осталось. Умереть ему осталось. Потому что он этого не делает по сути. Да. То есть провести финальный замет где они смогут разрулить. У нас в очередной раз Мизери и Пайкат находятся в позиции. Походят к ним как антимаг. Находится здесь у нас Диди. И Диди тактически уходит. Вот небольшой минус то что и антимаг и Фурен находятся в позиции. Когда одному из этих героев нужно постоянно пушить лайн. В итоге нижний лайн пушится. ЛДД чувствует что-то здесь неладное. И вот тут вот наверху кучкуется. МСС. Иллюзии. Уходит. А Яоо. Яоо нашел. Яоо находит. Опа-па-па-па. Кекс. Опа-па-па. Высасывает дамидж. Да. И вот он керри антимаг. Он умер. Как ты хотел. Я хотел но он должен был что-то потратить. Что-то потратить. А он потратил. Кто антимаг. Себя. Он бэйбэк потратил. Он не пройдет. Ты что хотел чтобы было потрачено. Противник что-то потратил. Потратил. Ультразора. Хекс. Разора. Вот. И лассо. Детрайвера. Ты хочешь больше да. Лукол. Просто нет. Я чувствую что не будет такого антимага вообще кастовать. Понимаешь. Когда антимаг резается 90 секунд. А скатывается 40. Тут какой-то дисбаланс получается. Потрачено время. Чтобы он потратил black hole. Но он поверит на самом деле очень жестко. Потому что контроля lgd уже хватает. Уже у нас любит райдер и разор. Вот если честно они могли его убить вообще ничего не тратить кроме лассо. Могли. 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 Ну какая-нибудь круче будет смотреться бабочка. Хекс там. Что угодно. Ну точно не моя шторм. За такие копейки. И в итоге lgd заходит по центру. Заходит. заставить сделать байбэк. А я мы сейчас. Либо заставить его потерять еще одну сторону. Смотри как больно тауру. Посмотри как больно тауру. Разоры убьет. Боже ты мой. И антимаг не байбэкается. Антимаг не байбэкается. Страна падает. Эй. ?... Моузааааааааааааааааа Про разность что не нужна сторона? Да. Н нужна маузам сторона. Антимаг 6 лотов. Не байбэкается. Зачем в итоге у мауза нет двух сторон. Я слышу что дим на 57 минуте бараки быстро падают. Но обычно. Какие маузы? Любые бараки быстро падают. Падают грым не остальню. Но вообще razzor Очень хорошо демольишь Tammy списывает. На самом деле, Рэббит молодец, вот со своим айтем билдом, потому что всё, что купил Рэббит, это всё очень жёсткое. У него сейчас Хекс, это нужно против Эфуриона и Аэма. Ну, рефрешер это круто вообще на Разоре, особенно когда у тебя есть Хекс. Встречайте во всех пабах Разора с Хексом. Ну, а Ганима-то само по себе даёт очень много. В команде Свойда, да, и остался, нульталисман это бабочка. Учитывая то, что нету МКБ у антимага, и возможно оно не скоро будет, потому что у него есть байбэк, И у Фуриона нету МКБ, то пробивать его будет уже сложнее, потому что в БКБ Рубик и Шейкер и прочие спилы. По-моему, Маус перешли... Атаку, в решительное действие, всё, вот сейчас МСС прыгнет, танкует, сделает всё для своей команде, чтобы выиграть эту игру. Видит в центре линия, нужно нападать, видит линия, прыгает антимаг, Вичдоксер, банк. Отличная фиссура. Отличная фиссура от антимага МСС. И Блэкхолм. Блэкхолм, Мизери, где Мизери? Мизери у нас хочет зайти, но нет, Мизери у нас умирает. Оу Вик погиб в побочном АОЕ, гонится сзади Фата, Фата у нас также забирает. Пасс у нас тут сидел в позицию, но не прыгнул, забирает также пасса. И байкат, единственный, кто улетает на верх и старается забрать... Байбэк от АЭМа. На крысу. Байбэк от АЭМа, байбэк от Мизери, в итоге они оба убежали. И все. Это минус 3. Ну и LGD осталось пойти по верху, чтобы забрать эту базу. Ну пока я вижу, мягко говоря, не считая опенинга, LGD полностью переигрывает Мау Спортс. То есть насколько вот была видна доминация у Мау Спортс, насколько хорошо справились с этим пейсингом LGD. LGD просто красавцы. Я все равно считаю, что АЭМ в этой игре лучше. АЭМ лучше, да. Еще Шекер на самом деле лучше. Вот только АЭМ прыгнул, вот только-только в своей... АЭМ уже был готов бить и носить урон, а тут Шекер его отрезает в последний момент от Вайкера. Нет. Говорит Шекер. Нет, не бывать этому. Да, мне интересно потом посмотреть, то сколько урона в этой игре нанес, если это будет возможно, потому что... Я думаю, это будет возможно, судя нашей аналитики, скорее всего... Да, вот мне очень интересно, сколько нанесет МСС вообще урона в этой игре, учитывая, что он был топ-1 по Датворцу и он как бы антимаг. То есть это загадка. Тем временем у нас Энигма, вот то, что я предполагал, Энигма у нас собирает Аганим, и сейчас эта Энигма просто дикая. Вот если еще ей собрать вместо какого-то слота, хотя все слоты полезны Линкин-сферу, то даже Рубик не сможет своровать у нее Блэкхол. Можно вопрос, вот что сейчас ждут Мау? Скажи, они знают о том, что нет Блэкхолу ни у Энигмы? Я могу сказать, они мечтают о том, чтобы LGD поднялись к ним на хайграунд, и они... LGD сейчас поднимутся к ним на хайграунд? Я тебя уверяю в этом. Нет, чтобы LGD поднялись на хайграунд, когда все Мау заживы. Если они поднимутся, то на самом деле у Верки есть шанс связать. Рубик берет хорошую позицию, Шекер может ультамнуть качественно в узком проходе. Кто собьет БКБ и Энигме? Рубик сворует Блэкхол и собьет Блэкхол и Энигме, и всю команду LGD поставит Блэкхол. Вот это на самом деле возможно. Об этом мечтает Маус. Не, об этом мечтает Маус. Единственное, что для этого Рубику нужна позиция, в которой он будет находиться... А для этого ему нужна Метла? Метла нужна, да, обязательно. Без Метлы, я убью. Последним пришли к тому, что Рубик сейчас мечтает о Метле. Да, вот нужна Метла. Врыв на центре. В очерной раз вид Энигму. Кстати, Энигма жирная, у нее БКБ. БКБ 6 секунд, еще приличное время. И... Па! Срывается на ДД, обрывается на каждом Метле. Где Ань-то? ГЯ-М. Можно посмотреть на Шекера. Не, я смотрю на Эмму. На Эмму, врывается у нас Пайк АТМ. В очередной раз они хотят засплитпушить, и на самом деле... И на самом деле нифига у них не получится. На самом деле, да. Они хотят засплитпушить, подходит Разор, подходит Бетрайдер. Тут находятся иллюзии. Кстати, иллюзии нормально. Более-менее это Тавар-то они пробивают. Тут нету хиксов. И гонятся у нас. Гонятся за Фата. И Фата у нас уходит. Некробух, 200 голды, копилку Рэббита. Рэббит говорит спасибо. Еще... На замес. У Маузов как бы есть все, чтобы сплитать, но... Пора, по-моему, да? 62 минута. Пора паковаться на за... Потому что... Позраться надо, ребята. Двух сторон нет. Потому что уже на сплит хватает эфориона и антимага. В общем-то, осталось, ну, паковать... Осталось найти плюс двух игроков в драку. Потому что двух всегда нет. Я раскусил. Они сейчас об этом... Первая метла, вторая плюс два игрока в драку. У нас западает на Фату. Вы черной раз его забрали. По ее, это все время на бот имет АМ. Энигму растерзал. А что потратила Энигма? Ничего. Ну, тогда все нормально. И у нее даже есть байбэк. Да, размин ровный. Но при этом еще и покемонов у нас уже так же забрали. И вот Мауза снизу. Вообще, Мауза надеется, что вот они вот так вот поймают противника. И вот они сейчас были близки. Если бы не умерла в арте сверху, то на самом деле они бы сейчас вообще могли идти. Ну, куда они едут? На байбэк есть. Разводить на байбэк. Да, вот. У нас вся игра приходит к тому, чтобы разводить на байбэк. Нам вот когда достался этот матч, да, Мауза и ЛГД, мы сказали, ребята, вы можете все, на час минимум идти отдыхать. Потому что что ЛГД, что Мауза, эти ребята любят рекорды по продолжительности устанавливать. Смотри, заход в спину. Смотри, как Мизери стоит. Мизери? А Мизери без метлы. Мизери сам. Ой, как, вольно Рэббиту, ты посмотри, сколько дэмэджа, МСС, прожимает БКБ, а Энигматы здесь нет. 40 секунд, некому контролить АМ. Зря он, кстати, БКБ пошел. Супер байт. Ну, кстати, вот АМ наконец сделал свое дело. Прикинь, как быстро он убивает Тразора вообще, как он за секунду убивает. Он сам в шоке сейчас. Что же, пацаны? Да вы видели, что я с ним сделал? Вы видели, что я с ним сделал? Как это вообще? Не хочешь попробовать еще раз? Еще, еще. Еще БКБ перезаряется и еще разок. Ну, вообще, Разором бьет очень больно. Если вот Разор не сможет прожать БКБ, и антимаг на него нападет, то вот Разор из-за того, что у него хекс, да и вообще много маны, его антимаг очень быстро порвет. Антимагу нужно МКБ, потому что Разор с бабочкой... Вместо чего? Вместо БФу. Мне кажется, БФ уже в свое время ожил. БФ уже, да, он не делает, и он как бы, ну, только дэмэдж он не особо нужен. Ну, а ХП реген есть Тарасочка. Она всегда будет. И Мауза дальше продолжают активно разводить LGD. Тут прекрасный как Тауэр. Можно еще на шо-то развести. Все в позиции. Линь, кстати, очень круто впакован. Давай переогоним. МКБ, Тараска, Бутерфляй, ПТ. Ну, все, все алипасы очень грамотные. Подняли. Иделикинез с пруты одновременно. Зачем же так? Пошел Диди, БКБ поражал. Все разбежались. Пайкат отсыпанули. Пайкат отсюда не уходит. Да. И могу сказать, авторитетно заявить, что есть врыв на шейкере. Можно ворваться. Да, я тоже так думаю. Вайпер-1, антимаг рядом. Прыгай, прыгай. Нет. Прыгай. Убейте. Убейте его. Он один. Он же один. Не, ну он совсем один. Ну ладно, за ним бить доктор. Но у тебя же БКБ, ты можешь прыгнуть, дать БКБ, убить его. Они вдвоем. Ладно, прыгай вдвоих. Нет, шейкер ушел. Короче, у Фуриона очень мало денег. То есть Фурион на 65-й минуте, я понимаю, что весь фарм антимага и еще много части ходит в Эрке, но у Пайката совсем нет денег. То есть он не фармит вообще. Слушай, мне 5000 на руках. У него 5000 на руках, но у него из артефактов Хекс, Некро и Кираса и Блинкдаггер. Вот Блинкдаггер мне вообще здесь нравится. У него, да, Блинкдаггер мне тоже очень нравится, учитывая, что его сейчас убили с этим Блинкдаггером, он даже не сделал блинкаут. То есть ему нужно какая-нибудь, ну дэмэдж, дэмэдж руки надо. Потому что вайперов 3300. Нет, понимаешь, у Блинкдаггера есть какая-то задача, да, это инициация, допустим, запрыгнул, Хексанул там или закрыл структы. Фурион в 90% файтов, он просто смотрит, ага, мою ВР-ку щемит, я полетел на топ-барак, папушка. Нафига тебе там Блинкдаггер? Купи себе МКБ, купи себе любой айтем на дамах, заедал. Нет, просто надо сказать, что Даггер придумал Адмирал Бульдог, и это работало, когда действительно это решало. Но Даггер также можно и продать в любой момент игры. О, это сейчас самая главная опция у этого Фуриона, что этот Даггер можно продать. Как Триблэйд Мелон Альянсах, настолько же. А, Триблэйд Мелон это был самый четкий выбор, но в итоге Альянса у нас все. То есть у нас есть шведское телевидение, у нас на Интернешнл на стадии плывовки арены, а шведов-то у нас уже нет. Шекер запрыгнул, ультимейт отличный, у Рэббита очень много дэмэджа, но классный Блэкхолл сбивает здесь. Мизери, Мизери, что-то украл, что украл Мизери, Мизери украл Блэкхолл, отлично затаскивает туда всю команду абсолютно. И минус от Маус 3. Байбэк тут же АМ пошел дальше пушить, АМ фуловый абсолютно, пытается убить Курьера. Забей болт на Курьера. Убил, собственно, забрали Курьера, Блинк Даггер себя реализовал. Ну и в итоге можно сейчас идти, хотя нет, нельзя, есть байбэки одна второго. Вот что происходит, если у Нигмы нету линкетсферы. Ты прыгаешь, знаешь, теперь Блэкхолл, но Рубик ворует у тебя его. А Рубик у нас, ну-ка, Рубик у нас, не, у нас... Пурион сносит вышку на топе, начинает бить бараки, тут же фортификейшн, и начинает свой сплитпуш. Заставили Нигму сделать байбэк, но Бэтрайдер, что у Бэтрайдера? Да, у Бэтрайдера 6 тысяч на руках. Банкиры. Просто банкиры. А и миллионеры уже, и без интернета уже. На самом деле у них-то мало, больше всего денег у нас на руках у антимага, у него 9300. И до сих пор БФ. И до сих пор БФ. Не, вот знаешь, под такой Блэкхолл БФ выгоден. Ну, вот таких Блэкхолл, знаешь, когда такой Блэкхолл, то обычно ты уже выиграл игру, если ты... Если ты сканул на всю, настанул на всю команду. И вот на месте бы Нигмы, что-то надо продать. Что-то, я не знаю, ПТ можешь продать, купить Селинку, но нельзя Блэкхолл отдавать Рубику. Сейчас Нигма реально могла дать Блэкхолл, потом будет второй Блэкхолл, и сейчас бы игра закончилась. Но в результате Рубик опередил ее. Ты убегал, и у всех байбэкхи есть. И он будет всегда ее опередить. Ну хорошо, ты разведешь на байбэкхе. Ну это да. Это уже близко к смерти. Пока мы видим, что у нас стабильно все, что делают команды, это раз в 5 минут прозвают на байбэк. Это типа, что следующие... 40 тысяч преимуществов ЛГД по опыту было. И 20 тысяч по голде было. Осталось 15. У Эфи донули. Так. 10 тысяч на руках ОМ. Актив. Мизери. Ультимейторп. Я не знаю, что он собирает. Хексу, наверное, тоже, да? Ну а что ему еще остается? Рубику. То еще раз. Хексу, Аганим Рубику собрать сам. Не, ну блин, Аганим не собирается с Ультимейторпу. Он собирает Хексу. Да, ну есть Хекс, но самое крутое вообще Рубику, собирать Аганим, когда особенно есть Энигма. Да нет, тут понятно, что Аганим здесь идеально. Здесь Дэдвард, здесь Разор, здесь Блэкхолл и здесь Вайперстрайк. На 4 ульты из 5 Аганим заезжает великолепно. Да, то есть ты можешь своровать, ну сворать Ультразора, включить его, а потом своровать, кто еще своровать? Сворать Пойзен, ну Вайперстрайк, кому-то дать его, при этом еще своровать Блэкхолл, дать Блэкхолл под розочкой под ультой Разора. И после этого впилить Дэдвард Вичдоктора. И в чат изи-катка. Изи-катка. Потому что... Мост и выиграл игру, только сейчас изи-тесты. Мост изи-пт-снмай. Ну реально, ты выигрываешь игру, если ты так делаешь, как ты описал. Да, антимаг, видимо, окончательно решил повлиять на исход игры место, когда у него уже 10 с половиной тысяч, он решил забрать фарм у всей своей команды. Он хочет перекупить Инигмун. Да, и у него... И его не смущает... Маус улетел, пас, пас, красавчик. И он не смущает то, что его фурион еще не в 6 слотов, и Верка еще не в 6 слотов не дает. Но фурион если будет носить с собой 10 тысяч, он никогда в 6 слотов не будет. Извини, у меня сейчас 5 с половиной тысяч, он может купить МКБ, но он этого не делает. Почему? Потому что у него только 5-600. Да, на самом деле такое ощущение, что вот это как бы Мау Спортс, да, там есть Пайкат, и у меня такое чувство, что команда Мау Спортс хочет одновременно в пятером вступить в клуб Пайката. То есть вот уже Пайкат, МСС и... И причем АМ хочет выгнать Пайката из клуба Пайката сейчас, всеми способами. Да, потому что на самом деле Пайкат, он не любит конкуренцию. Кто не знает, Клуб Пайкат это когда вы заканчиваете проигрывную игру с 10 тысячами на ВК, при этом у вас еще есть свободные слоты. Ну и пока у нас Пайкат показывает, как вот в этот клуб попасть. У него 5-700, но он ничего не хочет покупать, хотя он может купить себе МКБ, доедалута еще. И доедалут, да, я же говорю, это... Так, БКБ, вытащили Пайката, Пайкат, утащили, Пайкат выгибает и должен делать байбэк тоже, или не будет? Не, он будет ждать. Окей, давай подождем. Продолжается карточка, слушай. У нас перегровочки. Я напомню, ребят, что если мы... Закончим перегровки. Я напомню, что если у нас будет 1-1-1, то... По второму кругу. То у нас будет по второму кругу, да, и моспорта будет с GD играть вторую катку. Опять коммитить бы мыть. Ну посмотрим, посмотрим, кому же повезет. Что ж, происходит движение, появляется очередной урожан. Я уже сбился со счета какой-то, Рошан? Пятый, по-моему. Да, ему бы написать что-нибудь, чтобы писалось бы там на его лице. Башер появляется у... Виндрейнджер. Виндрейнджер? Башер и МКБ у него уже есть. Вообще nice. Насколько я знаю, Башер не сбивает с рейндж формы. Башер не сбивает... Это считает... Он, короче, не сбивает БКБ. То есть, Баш не башит в Блэкинг Бару. А МКБ? А МКБ тоже не башит. То есть, МКБ считается магией. Баш, рейнджовый, он, по-моему, тоже считается магией. Поэтому он не работает... Ну, по крайней мере, в ДОТА-1 он не работал на Блэкинг Бар. Здесь, я думаю... Я просто... Здесь я никогда в жизни еще не видел Баш на рейнджовом героя. Кроме Дэнди, который его собирал. Вот пока мы говорим про Баш, Антимакс забрал сверху барак. Антимакс забрал барак. А ЛГД чайно, имея тревел-бутцы на Розоре, тревел-бутцы на Энигме... Отдали... Просто... Имея, да... Просто отдали барак свой. А, ну зачем этот рейнджовый барак, а? Каспер говорил, что он важен. Да, тьфу! Ну, вот у Маус уже, я не знаю, полчаса нет бараков. Да, и... Один, он вообще, Эстрэнджовый, он при смерти, смотри, 29 хп. Ну, значит, я могу сказать, что уже дичайный Маус Спортс, они, на самом деле, вот, команды, которые, наверное, играют в самые долгие игры в доте, поэтому им повезло найти друг друга и встретиться именно в игре на период. АМ приобретает Абзал Блейд, правда, не вместо Батул Фьюри. А вместо Тараски, да? Да. Да, ну, на самом деле, ну, значит, будет больше даммежировать. То есть, потопы идут, идут суицидить последние бараки, потому что с мегакрипами труднее. Нет, никто не идет суицидить, потопы бараки, тпшится у нас Яло, тпшится Ничдоктор, тпшится Рэббит, сейчас врывается Батрайдер, хватает Фату. Тут еще Фату, но это не самый страшный вариант. Ну, Фата падает, на самом деле, это страшный вариант, потому что Фату нужно паковаться в лейтгейм. Там тем временем убивают, смотри, Блэк Холл, по-двоим, Мизери, тащат, Мизери, нужно выжить, Мизери, воруй Блэк Холл! Сваровал Блэк Холл. И теперь Мизери надо просто сходить на базу, подлечиться и показать, кто тут папа. Кто тут папа? Что? Ну, так и есть. Текатку для своих пацанов просто четверых поставить Блэк Холл и сказать, ну все, ну вот уже бей антимаг. Я ему сейчас на зубе барак пилит. Теперь что, там Блэк Холл хороший получился? Не знаю, не знаю, что меня не звали. Трайдер с фиксой, да, я вот думаю, что вот, ну, вот теперь очередь за Вичдоктором. Вичдоктору купить себе тревел бутсы, БКБшечку. Кстати, у Вичдоктора 11 зарядов урны. Ну вот даже несмотря на то, что... БФ не работает на иллюзии, да? Урны что? БФ не работает на иллюзии? Нет. Это было бы слишком жестко, если бы он работал. Ну, если бы многие вещи работали на иллюзии, то это было бы дикость, поэтому бовать ее, господи. БФ на иллюзионисте на каком-то там, на Наге или на Фантом Лансере, да? Или троллбэйди, и все. И от той иллюзии пошел, зафармил весь лес, я слышу. Ну, это был бы... Нормальный все был бы. Нормальный, да. Бланс, он есть. Балансы и все остальное. Вайпер, наконец, закончил своим джалнир. МКБ собрал пайкат, продай даггер. Но пока, подожди, рано. Пока даггер, он еще есть шанс, что он у кого-то нападет, и блинкдаггер хекс, он у кого-то заберет, потому что... Это у меня ваше чувство юмора, Дмитрий. Я люблю, когда вы шутите. Он просто вот эти вот тысячи, которые он получит, то он немного купит на них. Ему нужно, если покупать, то желательно готовый артистбак. Мы меньше будем его флеймить, понимаешь? У тебя был даггер, уйди, или вырвись. Нет, у меня все игроки гениальны, все игроки великолепны. Так это я не схорю. Вот смотри, яу, пошел. Там профессиональный, поэтому нужно прыгать. Яу, прыгнул, пайкат. В очередной раз срывается яйпер, и, по-моему, в очередной раз можно бросать пайката. Минус в том, что пайкат все время стоит рядом с мизерой, рядом с кем-то. В итоге вот они все время с мизерой, так вот, друг с другом. Трутся шоу. Друг с другом, да, трутся всю игру. То есть я не знаю, что-то подозрительное в итоге у них, потому что пайкат, он как бы фурион, которому нужно стоять не днем, вот в такой точке, где день, да, вот тут деревья, вот тут простор, тебя видно. А где-нибудь в кустиках, как это делал адмиробульдог, хотя его уже нет на турнире, но это адмиробульдог было очень жестко. Он прятался в кустах и постоянно ловил кого-то. А тут ты что? На что купит АМ? Давай с тобой ставки. Я считаю, что АМу нужно все-таки продать батл фури и купить себе МКБ. Потому что он реально не пробивает, ну, он не пробивает вайпера с 3000 хп и бутерфляем. И он слабо пробивает Разору, у которого уже Кираса, который продал, кстати, кекс, Разор продал кекс, и у которого уже есть бутерфляй. То есть действительно, антисмагу нужно дэмэдж. И Фрёну нужен дэмэдж. И вот единственное, у ВР-ки нужен дэмэдж, у нас фата только один понимает, что ему нужен дэмэдж. И он пакует МКБ, башер. Интересно, вот башер решение, да, вот крипов башер. И поехали. Я хочу чат, но чат у нас не работает. Он закрыт? Брать надо. Да, можете пока мы тут сидим и смотрим на супер чудесную игру, то вы можете написать нам что-то. Если в чате мы вас не видим, то напишите нам в твиттер или в наших пабликах, и мы будем рады прочесть. Любую полезную информацию от вас. Например, что собрать Виндранер, которая уже собрала башер, или точнее, что она соберет, имея такое. Что у нас соберет Фурион, имея Блингдайгер, или когда он его продаст. И вообще продаст ли он его до конца игры, кто его знает. То есть тут уже, знаешь, надо... Ну, вместе уже Линку давно собрал, полезнее было бы. Тут уже надо делать ставочки, на самом деле. Антимаг дальше сплитпушит, зарабатывает еще больше денег, зарабатывает еще больше ГПМ. И команда ЛГД с каждым шагом все сильнее и сильнее отрывается по своим героям, потому что так получилось, что герой ЛГД им тяжело, во-первых, ловить, ловит один бутрайдер, да, эффективно, а при этом им тяжело запушить, потому что вроде все тощие и тонкие, даже вот на такой стадии игры, где бараки бьют они не сильно, кроме разора. По-моему, Фато загулял. По-моему, Фато да. А у него ТП нет. У него кулдаун ТП. Кулдаун ТП бегает у нас. Команда ЛГД, никого здесь нет. В общем, поэтому ЛГД... Фато зажался просто... Ты посмотри на него. Тут троточкой весь лес вырубили. Сам на Фордстайфе уехал и... Ах, улетает. Да, в такой игре круто вообще всем уже покупать тревогуцы, чтобы ты быстрее бегал, спидпушил и не тратил деньги на ТП. Очень сильный экономик. МСС у нас сверху. МСС уже 13 тысяч. Блин, как круто, что у байбека есть кулдаун. У меня есть такое ощущение, что... Да, кстати, это очень круто. Раньше этого не было, если что. Раньше люди копили... Особенно люди с Востока копили по 15 тысяч голды на каком-нибудь 4-ом спирте. Ты нападал на базу, он тебе 4 раза выкупался и прилипал драко. То есть, ну, благо, благо, чужой... Пошел, пошел, пошел. Да, пошел антимаг. Ну, кстати, везет, а что справляется? Баночки на 5 секунд станет иллюзия. Это... Короче, антимагу вообще есть вариант продать манту, я вот так подумал. Не, не, она нужна, нужна. Она в драке, она в драке, реально, вот ты ее используешь. Не, он с помощью нее быстрее ману выжигает. Просто дело в том, что уже у нас драка идет не на то, чтобы ману выжигать. Драка уже идет на демод, что есть у антимага 4. Не, смотри, там 26 ловкости, 15 атак спид. А ты можешь купить что-то еще же для него. Просто именно в драке манта ставил, вот шейкер, фурион, врк, робик стоит сзади. Антимаг прыгает вперед. Каски, вич, драк, квадро. Мало того, что манта вообще не бьет, то антимаг он... Че, и ты еще можешь антимага застаньте, если он ЛКБ не прожмет. Так что вот такое. В антимагу еще у него новое БКБ. Это напоминает наши любимые катки, там, где были. Помнишь, Элджи Ди, ЗСМДЖ. Тут у нас сверху шалит. Шалит Мизери нашли. Вот там, где, знаешь, ЗСМДЖ шалил стример опиры. А у Мизери нет байбэка, если что. Да, там у ЗСМДЖ было, короче, 3 БКБ, там, ты опиры, там, знаешь, в общем, курицы. И, по-моему, МСС... В чем проблема в том, что МСС не знает, что можно купить летающую курицу. И в нее положить манта ставил. Да, вот он этого, походу, не знает, потому что, на самом деле, опытные дяди уже давно, наверное, вот такие артефакты сделали. Бежит по центру. Думаю, вот МСС уже горит, нападает на центр, у него подходит Вич-доктор, и в итоге он спокойно уходит. Пушат сверху, пушат снизу, и ЛДД до сих пор не могут выйти со своей базы. Эх. Ой, отсутствие еще виндрейнджер где-то подставилось, что и убил. Бразор. Минус на парочек. Бек, я думаю, есть. Ну, да, конечно же, есть. Единственное, кого нет, я думаю, Маус Портс, они к такому не готовились, что вроде бы у них такой, знаешь, сильный лейт, типа антимаг, 6 лотов, в революция слотов, вроде бы все хорошо, надо подождать, пока тебя пойдут пушить, ты убьешь в сторону, но ЛДД их просто перетерпели. Такое не каждый день увидишь. В итоге 80-е минуты, и они наконец-то идут по миду. А тут стоит рейнджовый барак. Тот самый рейнджовый барак. Пах, упал. Выкупается в рейнджер. Идет разор, использует ульту, использует вторую ульту. Надо фортификацию провязать. Надо вторую ульту использовать. Надо, вот, сейчас подождет, подождет, использует вторую ульту. Вайперстрайк, цепанули, Фату, Фата погибает, а он после байбэка, Фата выстребует, Файкат тоже. Файкат просто побежал вперед, МСС прыгнул на Диди, но он его не забрал. Диди дает отличный бакслор. Мизери у нас имеет блэкхол, можно сделать все красиво. Можно сделать все красиво. Выкупилась вся команда Молспорт, и давай, Мизери. Мизери, ты можешь дать этот блэкхол. Ты можешь дать отличный блэкхол. От толку. Мизери погибает просто от ультимейта. Здесь пытается МСС что-то сделать, но он погибает тоже. Ай-яй-яй, все. Это ГГ. ЛДД Чайна, молодцы. Все, что могу констатировать. 80 минут, изи каточка для ЛДД. Мост. Самый быстрый ПТС в моей жизни. Могу сказать, видно то, что ЛДД, они просто выше класса. То есть, они чуть более сыгранные, действуют как-то посерьезнее, по активнее. К нему накровнее ко всему этому относятся. Они видят эти артефакты, они знают, чем это законтрить. Да, то есть, они в эту игру, видать, не первый день играют, и предвидительно знают, что делать. Поэтому, даже несмотря на такой лейтгейм от Моу Спортс, то LGD их полностью законтрили. Ну что ж, дорогие друзья, впереди у нас еще пару матчей переигровки. Кто у нас дальше играет, ты не знаешь? Моу Спортс, я уверен. Дальше у нас играют. Красава. Ну, а мы уходим на минимальную музыкально-рекламную паузу, после которой вернемся и продолжим смотреть Тайбрейкеры. Спасибо. Спасибо.